Сковского турнира школьников по Киеве, в котором вы все отважно принимаете участие. Сегодня мы продолжаем с вами курс научно-практических лекций касательно того, как играть в турнир. Давайте для начала обсудим все наши вопросы, которые касаются процесса решения. Возникли ли у вас какие-то трудности, возникли ли у вас какие-то вопросы? И, может быть, вы можете и хотите их задать сейчас и спросить у меня, что же нам делать. Вот до начала лекции мы поговорили с одним участником, и он спросил меня про систему оценки задач. Да, ваши задачи будут проверять и будут оценивать соответствующие критериями. Проверка будет происходить в городе Санкт-Петербург. Почему это происходит так? Потому что там находится экспертный совет всероссийского турнира школьников по химии, и он оценивает задачи всех ребят, которые играют в турнире в России. Они будут оценивать вас по критериям, которые включат в себя и вы, и научность ваших решений, и то, как вы их оформили, то, как вы донесли свою идею. Поэтому ваше участие сейчас в лекциях, оно полностью способствует тому, чтобы вы максимально подняли свои баллы в этих пунктах. Сейчас в моем счете присоединяются люди, они подойдут снизу. Как можно сказать, сегодня вообще у нас какое-то еще большое мероприятие на физтехе происходит, и поэтому у нас такая небольшая путаница, за что я прошу прощения. Я очень рада, что вы-то все-таки дошли до нас. Какая задача больше всего вас заинтересовала? Лучше по названию, я плохо помню время. Бернегас, еще? Растительный индикатор, отлично. Я про Германию. Про Германию, отлично. Кстати, о Германии. В следующий раз приедет еще один организатор турнира. Сейчас он находится на стажировке в Мексике. Он будет рассказывать вам про редкоземельные элементы, про их свойства, про их особенности, про то, где они находят применение в жизни сейчас в нашей своей мере. И я полагаю, что эта лекция поможет вам, возможно, найти какие-то решения, какие-то подходы новые к своим задачам. Потому что это та у нас схема, с которой вы не сталкиваетесь в школе. И это хороший повод решить свою родительницу и, возможно, увидеть какие-то новые решения. Что ж. Тогда я начну. Да, Настя, пожалуйста, встретите тех, кто остался внизу. Спасибо. Я начну. Наша лекция с вами будет, только в прошлый раз, длиться полтора часа. В середине мы сделаем с вами небольшой перелет. Я буду очень рада, если вы будете задавать по ходу вопросы, если вам будет что-то непонятное и что-то смущать. Но, пожалуйста, старайтесь формулировать их как можно более кратко, чтобы я могла кратко ответить, не сильно отлегаясь от суть моей презентации. Договорились? Хорошо. Итак. Читая отзывы о прошлой лекции, я обратила внимание, что нас несколько раз попали за то, что мы приводим личный пример. Так вот, собственно говоря, я хочу с радостью вам сказать, что вся эта презентация полностью построена на моем опыте, который я собирала на протяжении длительного времени. Мне приходилось очень часто выступать перед публикой. В совершенно разных ситуациях. У меня были и научные доклады, у меня были и защиты проектов. Были и просто презентации, которые были направлены на то, чтобы пригласить людей на какое-то мероприятие, какое-то дело. И вот сегодня я этот весь опыт, который у меня был, которым со мной делились другие люди, это люди, либо профессиональные ораторы, либо актеры, либо те люди, которые занимаются бизнес-тренингами. Вы спросите, как это связано с научным докладом. Скажу вам такую вещь. Что бы вы сейчас ни делали, вам важно будет донести то, что вы хотите сказать, до зрителя, до вашего адреса. И неважно, бизнес эта идея, или эта идея научная, или это ваша изобретательская идея, приемы примерно одинаковые. Другой вопрос в том контексте это происходит. Возвращаясь к нашей с вами ситуации, чтобы ее еще раз хорошо понять, Анастасия в прошлый раз закончила свою лекцию, примерно вот на этом слайде. Здесь она говорит, что когда люди читают ваше решение, они сначала видят, как мы его оформили в словах, как его оформили целиком. Потом они понимают, по какому пути вы шли на протяжении этого решения, то есть они видят его структуру. И только потом они осознают, какую же все-таки идею вы пытались для них донести. И Анастасия акцентировала ваше внимание, что очень важно представить решение таким образом, чтобы изначально не создать впечатление, ну, скажем, неприятное. Да, разведя, я еще была в подобном. И вот с вами мы с вами будем рассказывать, как же все-таки ту самую идею, которую вы кровно выстрадываете на протяжении этого месяца, пока решаете задачу. Или когда вы, например, будете писать диплом, будете старательно какую-то идею вырабатывать, наполнять ее значимыми результатами. Как же ее подать так, чтобы это оценили? Потому что очень трудно влетелись перед аудиторией встать и сказать что-нибудь, надо отвалить что-то, связанное с твоей идеей. Все это скажут. Да, это классная идея. Придется умело ее подать, умело ее донести. Каждый раз, когда вы выступаете перед кем-то, кому вы несете свою идею, неважно, текст это или это умственная речь, вы выступаете в качестве, так скажем, лидера. Скорее, лидер – это действительно просто вкусная речь, но сам факт того, что это человек, который несет свою идею, нам очень важен. Лидер, у него есть своя идея, которую он несет в остальное человеческое общество. Несет он не агу, а куда он знает, куда он идет. Ну вот, например, когда вы решаете задачу, что вы хотите получить? Решение. Решение хотите получить? Ну, положим, вот вы получили задачу, вы ее решили, и зачем вы ее отправляете в содержание? Что все было понятно. Простите. Что все было понятно. Еще раз помните, пожалуйста. Ну, что все было понятно. Что было все понятно. Если у вас задача получить, пройти в очный тур турнира, когда вы решаете? Доказать, что наше решение самое удобное, самое лучшее. Ну, самое не самое, но состоятельное точно. Ваша задача – человеку это показать. Что это за человек? Кто это в вашем случае? Приверяющий. Действительно. Дядя, я его слышала. Приверяющий, да? Или эксперт. Это ваш адресант. Это тот, кому вы отправляете свое послание. Почему вам важно получить одобрение адресанта? Почему вам важно, чтобы он понял, что вы до него доносите? Приверяющий турнир. Угу. Приверяющий турнир. Приверяющий турнир. Что у него есть для того, чтобы вы могли пройти в очный тур? У него есть баллы, по которым будут оценивать вашу задачу. Самые, те самые заветные баллы, которые вы захотите получить. И у вас есть идея, там есть баллы, и вам теперь это надо соединить. Вы начинаете на своего... Вот мы с вами находимся, это я рисовала, в ситуации. Мы находимся с вами в ситуации турнира. У вас есть идея, у него есть баллы. Вы начинаете на него воздействовать. Вы начинаете ему доносить вашу идею. Да, вот вы ему направляете. Если вы не будете знать, куда отправлять, вы не будете знать, кто сидит на том конце телефонной трубки, кто проверяет ваши задачи, сможете ли вы подобрать средства, каким образом с ним общаться? Ну, вот, например, мы можем общаться очень по-разному. Например, если вы будете думать, что там на том конце трубки сидит такой же десятиклассник, как вы, вы выберете более простые приемы. Если там сидит эксперт, человек с опытом в данной области, понятное дело, что для него нужно будет подбирать такие слова. И, собственно, вот это ваше направленное сообщение будет очень сильно зависеть от того, кто он. Не кто вы и какова ваша идея, а кто он. Что хочет от вас видеть адресат. И если вы правильно подберете средства, то случится такая ситуация, что он в адме к вам даст те самые ресурсы, которые вам желают. В вашем случае это вам. Может прозвучать очень так цинично на уровне рыночных отношений. Но если мы с вами подумаем о том, что это та идея, которую вы долго прорабатывали, в которой вы положили много сил, много времени, я думаю, что вы захотите, чтобы ее подостоинствовать себе. Или я не права? Поэтому мы вспоминаем, когда мы выбираем это самое средство, когда мы выбираем ту самую форму, как передать информацию, мы отвечаем себе на три вопроса. В первую очередь, кому я говорю? Я говорю человеку, эксперту, который в этой области хороший, мне нужно предказать свою состоятельность. Поэтому ваша речь наполнена, состоятельна, когда вы выглядите почти на тон, как профессионал, вы разговариваете с ним на его языке. Потом вы думаете, зачем я говорю? Цель у нас в нашем с вами случае очень простая. Я говорю за тем, чтобы получить, чтобы мою идею подостоинствовать себе. Это хорошее стремление, это нормальное стремление. Если в идею вложено действительно много ресурсов, много сил, и она действительно наполнена, то хочется, чтобы ее от себе подостоинствовать. Ну и исходя из того, кому и зачем я говорю, или пишу в вашем случае, когда вы отправляете заочные ребята, вы выбираете, как я это делаю. Вот, собственно говоря, вот эти два первых вопроса у нас сегодня с вами будут в сеть все время красная ниточка проходить через наш разговор, а, собственно, говорить мы с вами будем о том, как я говорю. Это будет идея, в котором мы должны с вами уяснить вот эту схему и понимать, что не я один существую, а вокруг меня что-то происходит. Я все время нахожусь взаимодействуя в каких-то условиях. И чем четче я себе представляю, в каких взаимодействиях, с кем, и в каких условиях я нахожусь, тем точнее я выбираю средства. А вообще, сегодня у нас с вами два больших блока разговора. Первый блок мы посвятим тому, что вы будете делать на заочном этапе, то есть как вам нужно будет оформить решение письменно. И второй блок мы посвятим тому, как же мы будем биться с вами в вызовах на очном этапе. Хочу сразу сделать темат. Для тех, кто, возможно, не пройдет в очный этап, в очный этап у нас с вами пройдет только 8 команд, а заявлено вас 33. Не расстраивайтесь сейчас и не уходите со второй половины. Почему? Потому что в жизни вам это тоже очень пригодится. Это такие простые приемы, которые я вычленилась с своего личного опыта и готова с вами поделиться, которые работают, которыми пользуюсь я сама. Что ж, давайте сразу приступим к первому вопросу. Расширенное решение – это тот самый документ расширения док, объема не более пяти страниц, в котором вы изброшите свои идеи. А все хотят, чтобы был какой-то простой, понятный и всегда работающий инструмент. Такая волшебная пилюля, которая спасет вас вообще от мучений, каким образом организовать ваше решение, каким образом его подать. Пожалуйста, вот ваша волшебная пилюля. Такое вот дело. Когда вы вывестите, и вам вдруг станет, ну как вдруг, спустя промежуток времени учебного высшего учебного заведения, вам нужно будет написать диплом, вы возьмете требование к отформлению диплома, и там черным и белым написано. Не более 30% – это теоретическая часть. Оставшиеся проценты – это уходит на вашу реальную деятельность, на вашу практическую деятельность, на то, что вы сами сделали. Бывайте, сейчас мы с вами… Вот они, вот они. Одна треть, две трети. Я прекрасно понимаю, сейчас мы будем с вами говорить про литературный обзор, что когда вы будете готовиться к задаче, если вы будете делать все хорошо, вам очень захочется написать все, что вы прочитали. Вам встречается, наверное, очень много непонятных терминов. Наверняка встречается очень много незнакомых тем. И вы старательно будете дочитать. Даже если это будет 4 из косий с википедии вот такого объема, это тоже довольно большой объем, вам очень захочется его запихнуть в решение. Давайте посмотрим, насколько это состоятельно. Сейчас я вам предложу задачу, которую моя команда решала одну из первых в своей турнировской практике. Она и ступенчатого на турнире, но довольно несложная, и максимально химическая, потому что мы решаем не только химические задачи, но и естественно научным укладом, межкостердинарные задачи. Я выбрала специально для вас химическую задачу. Предлагаю вам прочитать ее содержание. Задача, собственно, у нас состоит в том, что при водоочистке необходимо определить на навесной концентрации в одежде железа брошь и железа брошь и железа брошь. Сделать на данный момент... Ну, методики такой не существуют. Вообще все методики, которые на данный момент хорошо работают, представлены, они как государство регистрируются, в виде постов, государственных стандартов, либо требований на каких-либо санитарных норм, либо технических условиях. Все это оформляется в какие-то официальные документы. На данный вид определения сейчас официального документа нет. Определение, причем, обратите внимание, экспрессовая, методизированная методика. Обязательные условия. Насколько оно вам понятно. В процентах, если вы хотите. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Чудесно. Это, наверное, вдохновляет. Нет, честно, сейчас, пятьдесят. Я как-то первый раз увидела, мы процентов набрасывали. Что ж, для того, чтобы решать задачи, мы последуем тому прием, который нам предложила Анастасия, и выделим основные термины, понятия, которые мы здесь видим. Я прям взяла из целостной задачи, ничего своего не добавляю. Вот, это те слова, которые, но можно отнести к разделу терминов, и можно дать им определение. Вы возьметесь решать эту задачу, будете читать, что такое водоочистка, что такое фарш, как его поддерживают, как он влияет на пару железных ваших стрим, какие же методики относят к экспрессным методикам, какие методики вообще бывают. Ну, вы понимаете, да? Вы уже, если начали решать задачу, вы примерно, наверное, понимаете, о чем я говорю. И вот этот вот список терминов, он у вас расширится примерно вот так. Ну, вы понимаете, да? И еще слова-то какие, деминировализация, дионизация. Почему бы этого не вставить? Да, там, на цели гриб, боже мой. Автоматизированная система управления – это вообще высший план наш. Это еще простая задача. А если задача посложнее, вы вообще там взорваетесь. Вы такие, вы это все прочитали, вы спали ночами, страдали от этого, голова пухла, делились с товарищами, у вас так все накопилось, и говорят, на, дорогой эксперт, читай. Мы теперь это все знаем. Вспоминаем, кто у нас сидит на доме, на закрову. Это дядя. Ему лет, в лучшем случае, 50. Он уже лет 30 преподает химию. Лет 20 работает с научно-производственными предприятиями в области химии. И уже заработал прилично денег на водоочистке. И вы ему тут говорите, ты, наверное, не знаешь, но я тебе скажу, осветление воды – это вот то-то-то-то. Он такой, спасибо. А вы потратили на эту половину страницу. А всего у вас 5 страниц. Одна третьих 5 страниц – это чуть меньше двух. Вам будет чуть меньше 5 страниц, и нужно уложить вот все то, что вы прочитаете. Как поступить в этом случае? Вспомним условия задачки. Что нужно было сделать? Скажите, Громче, чтобы вас все услышали. Кто не согласен? Нет, соотношение феррум 2 к феррум 3. Отлично. Про очистку вообще ни слова было. В задачи у вас нет вопросов про очистку. Вам нужно определить соотношение железа 2 к феррум 3 в воде. Что еще было в задаче? Быстро. Класс. Еще. Да. Было важно. Автоматически. Класс. Мы вышли с вами все самые главные слова. Нам нужно определить концентрацию железа 2, железа 3. Нужно сделать это быстро. Нужно сделать это в определенном привале в аж. И нужно сделать это автоматически, то есть без участия человека. Посмотрите теперь вот на эту овуку. Можно ли что-то отсюда выкинуть? Да. В водоочистке. В водоочистке нас интересует исключительно верхняя строка без железа. Это одна из задач водоочистки. Хорошо. Давайте посмотрим на слово автоматизация. Там вот 3 примера я привела. ASO это автоматизирование системы управления. По сути, как это программировать? Систему, чтобы она работала. Что из этого нас реально интересует? Только ASO. Только ASO? Ну, короче, вопрос. Какими как вас больше интересует проба отборки? Да, вы понимаете, что пробу вы можете взять... Ну вот, не пришел вот так вот, чтобы Павел взял. Ее нужно взять грамот. Да, нужно взять на разных глубине, на разных местах. Между собой перемешать, выстелить, счет перемешать. Если это пвердая проба, там еще сложнее. И вот так, поработав с каждым из семен, да, например, можно увидеть, что кислотность указанная, сплаж, связана напрямую. Да? Форма железа. Нас не интересует нерастворимая форма железа. Нас интересует только растворимая. А это, собственно, один из самых явных представлений о старимой форме железа. Да, железо 2, железо 3, водя. Из всего вот этого облака мы, ну, лично я, да, приступая к этой задачи, я бы выделила вот только вот эти. Сильно уменьшился объем? Что, простите? Очень сильно. Очень сильно. Зато я теперь говорю строго о том, что спрашивает меня в задачах. И я не объясняю тому 50-летнему дяденьке, что такое осветление воды и почему оно как-то должно быть вообще связано с этой задачей. Я определяю для себя и отовариваю для него, чтобы вот этим я понимаю вот это вот это. Это очень важный момент, потому что важна ваша работа. В любом выступлении очень ценится, в любом, даже письменном получается, выступлении, очень ценится то, что сделано прилично. Да, будет поначалу очень трудно писать лично свое. Да, у вас может не хватать опыта. О том, как его оформлять, как его подтверждать, мы говорим еще чуть-чуть позже. Но то, что все знают, рассказывать не очень надо. Я надеюсь, что это запомнилось. Вот. А тем более, например, если это устная презентация, да, и вы из имеющихся у вас 12 слайдов 10 потратили на лид-обзор, и в одном вы дали объяснить, как работает ваша идея, это будет очень непросто. Хорошо. Если мы уснили с тем, как же на лид-обзор с той одной третью, то давайте перейдем к оставшимся двумя третьим, дни третьим. Это ваша идея, которую вы бережно выносили, вычистили, обработали все ее слабые места. И пытаетесь сейчас донести до всех остальных. Мозг человека устроен таким образом, что очень сложно воспринимает текст. Ему на это надо время, ему на это надо затратить очень много магических операций, привыкнуть к вашему стилю написания. Проще у человека воспринимает образ. Если у вас вдруг получается создать образ решения, это идеальный вариант. Почти уверен, что каждый из вас, когда решает задачу, говорит, я предлагаю вам такого рода устройство. Он себе в голове как-то это представляет. Ваша задача из головы своей попытаться выложить это на стол. В чем это полезно? Во-первых, это будет доступно для другого человека. Во-вторых, вы сможете понять, а чего же в вашем образе не хватает для его целостности, для его состоятельности. Например, какое-нибудь устройство, вы его зарисовали, и оно выглядит неубедительно. И потом... А, ну вот был у нас такой пример. Нужно было предложить такую систему безопасности, чтобы рабочие с фармацевтического завода не могли выносить птичатрогные вещества. Нарисовали, значит, мы очень хорошо долго думали, Анастасия решала эту задачу. Мы очень долго и хорошо думали, продумали все. Про то, как мы будем считать таблетки, про то, как мы будем осуществлять пропускной режим, как будут работать видеокамеры. Нарисовали, а потом поняли, что у нас в эту кабинку, где должны люди работать, войти невозможно. Двери нет просто. И она не может существовать, иначе не работает вся строгайся стихом. Понятно, почему нужно попробовать представить себе полностью этот образ. Да, мы живем с вами в материальном мире, и в нем все это простое в полном образе. Но возвращаясь к тому, почему текст интереснее, труднее воспринимается, чем картинка. Опять же, это для тех, кто хвалил нас за большое количество личных примеров, приведу еще один пример. Была задача, необходимо было... Кстати, про газопринцент сенсора. Необходимо было подобрать, придумать такое устройство, в котором можно было подкалибровать газовый сенсор. Ну, то есть, понять соотношение сигнала-сенсора и концентрация газа в воздух. Сейчас методики есть, но они трудозатратные, сложные в исполнении, нужно было придумать, как он же устройство. Ну, это тоже одна из наших первых задач. Мы посидели, подумали, почитали. Мы решили, что это будет выглядеть вот так. Если кто-то сейчас читает, бесполезно, да? Потому что воспринять вот из этого текста реально, как мы предложили их калибровать, очень трудно. Очень трудно, даже если вы потратите на это время. И это, кстати, по-моему, только одна треть из того, что мы презентали. Заменяем это на рисунок. То есть, мы же себе представляли, как это будет выглядеть. То есть, мы же от письма это, ну, не откуда, это не космос присылает сигнал, и я решила написать. Да, я себе представила, и пытаюсь слова это обречь. Не всегда на эти слова. Вот сейчас вам потребуется минуты 2-3, чтобы разобраться, что же я хотела для вас донести. Вы прочитаете подпись и рисунку. Ага, ага, вы же разбираетесь, не ставим, не ставим, не ставим, нет. Сам факт. Да, есть 2 отделения для кибеты. Справа у нас стоит насосик. Насосик с одной кибеты перекачивает газ в другую кибета, тем самым создавая разные концентрации. Все это находится в термостате. То есть, маленькие прямоугольнички, это датчики, которые мы калибруем. По нашей идее, мы 16 датчиков сразу можем их калибровать. И черненькие, это датчики серома. Да, по которым мы проверяем правильный калибровый пример. То есть, по нему мы точно знаем, какая концентрация газа сейчас. Все. Мне кажется, я довольно убедительна сейчас. Сказала касательно того, что понять проще как. Если же ваша идея... А, о, дальше мой любимый пример. Я очень долго думала оставлять или нет, но все-таки решилась. Это прям свеженькая задачка. Последнее время в тренире естественных наук стало много давать задачу про космос. И вот эта задача, она про то, как добыть с поверхностью Луны кремний, сделать из него солнечные батареи, из них получить энергию, отправить ее на Землю. Вот такая объемная задача, вы понимаете уже, да? Почитав свои условия, это довольно объемная задача. Называлась она «Узнай на полуне». Для справки я вам скажу, что на поверхности Луны содержится такой эмигрантный гигалит. Он представляет собой смесь синекатов. И, собственно, вот из этой смеси он просто вот ровным слоем распределен. Это вот та пыль, которая допадала на брус вверх. Определенный какой-то слой. И вот он. Ну, вот по всей поверхности Луны. Вот добывать не хочу. Вот. Вопрос, как из него добыть кремний. Вот если описывать все это, это написано на английском, потому что мы играем интернационально, либо с нами играют команды из других стран мира, и поэтому мы играем на английском языке. Нас, как людей с естественным образованием, и вас, как людей, интересующихся естественными науками, не должно сообщать, потому что, несмотря на то, что все написано по-английски, вам все понятно не было. Вот она Луна, вот мы на нее отправляем высоковатые, они соскребают с поверхности почву, отправляют ее в большой вак, в ваке она нагревается. Мы решили изстроить солнечные батареи только для того, чтобы обеспечивать ресурсами те производства, которые мы разрешаем на Луне. Сам энергетический источник, который мы будем отправлять на Землю, это так называемый гель ВИ, изотоп геля, который является очень энергетическим цельным ресурсом, и если проводить с ним ядерный синтез на Земле, то можно одной одной из заменить потребность полного вода всей планеты. Одна полная геля заменяет, геля-3 заменяет потребность планеты планеты на один год. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, очень-очень. Сам факт. Просто на Земле его очень мало, как гелета. Так вот, это очень сложная схема, потому что, смотрите, от экскаватора грунт идет в большой резервуар. Там он нагревается, выделяется газ. Причем разный, мы их разделяем. Потом мы добавляем туда фтор, он получился из электролизера вот здесь вот, он пошел действовать у нас на грунт. Выделился сифтор-4, мы его сжижаем, разделяем, отделяем от кислорода. Здесь снова электролизер подвергаем у нас в то, получается, кремний в то. Кремний остается в виде амогеного порошка, в то и загоняется обратно в цепочку. Если бы я описывала, вернее, как, я описываю это все в словах, вышло 10 страниц. Вот. Вот это мне позволило заменить профессиональный сайт. И в целом, действительно, это восприятие куда более приятное и понятное. На самом деле, это удивительная задача. Она меня повергла вообще совершенно в восторг, когда ее решала. Очень интересно, потому что здесь просто космическая связь в той атмосферах, в которой реально используются все те технологии, все те материалы, которые придумывают год-год сейчас. Потому что там нужны средства, там можно достичь результатов. Поэтому все новейшие материалы для электроники, для конструкционных материалов, все они используются там. Солнечная батарея, здесь они кремниевые. Мы предлагаем строить, ну, это условия задачи. Вот. Можно было бы построить там, нормально. И вся эта задача позволила мне мало того, что узнать, как можно из силикатов получить кремник чистый, который нужен для производства материалов для электронной техники. Да, мы сами все представляете, да, например, материнские платы, все это на данный момент кремник чистый. Позволила мне узнать о геле 3, который содержится в этом лунном груди, благодаря солнечным витрам, которые на него думают. И позволила узнать о производстве самих солнечных батарей, в принципе, их работа. То есть одна задача включила в себя три совершенно разные, но вот настолько нас приятно, что у меня это просто восхищает. Движемся дальше. Сейчас будем говорить, это мы говорили про образы, прям визуальный образ. Да, вот он резервуар, так вот резервуар. Вот он эскалатор, так вот эскалатор. Когда это сделать не очень просто, или нет необходимости острый, а важно показать именно технологические детали. Например, где у меня происходит обмен массой, где происходит обмен теплом, где происходит превращение продукта. Знаете, здесь есть пометки, да, типа вот там подняли температуру до 700 градусов, или выделили старифы таких элементов. Но они не первичны. Первична сама схема. Когда мне важнее показать именно вот эти моменты, я пользуюсь схемой. Вот, например, такой. Это задача следующего характера. Существуют очистные сооружения для сточных плод. Городов производства не так важно, для сточных плод. И в них используют биологически активные им. По сути, это колонии микроорганизмов, которые кушают всю органику, которая есть в воде, сидя на неорганических частицах. И это, получается, такие скопления, на неорганических частицах сидят эти бактерии, кушают всю органику, окружая себя продуктами распада. Получаются такие частицы уже более крупные, чем те, которые находятся в растворе. И они колокулируют и садят на одно сосуд. Собственно, вот этот принцип водоочистки. И самая большая проблема, что же с этим мы потом делать? Есть несколько методик переработки этого ила. У всех из них есть проблемы. Когда мы это изучали, мы подумали, что было бы хорошо все их соединить между собой. Ничего нового нам не удалось придумать. Вопрос о том, что можно ли придумать что-то новое. Нам не удалось. Другим командам удалось. И мы решили, что новым будет то, что мы соединим все вместе. И минимизируем то, что остается при их переработке. Вот смотрите. BioRacer – это, собственно, там, где получается этот активный имп. Там, где проходит сточная вода. SAC, SAS – это, собственно, есть активный имп. Вот мы его берем и перемещаем в биогазовую установку. Это такой огромный бак, в котором он бродит. Выделяется газ. Этот газ по своему составу сходен с природным газом. Мы его собираем и используем как кокривод. Вот этот продукт, который мы получаем – это газ. Собственно. Дальше вот тот тыл, который он уже пройден. Мы соединяем и высушиваем. Из него уходит вода, он сильно уменьшается в объем. После того, как мы его высушили, понятное дело, что мы на это потратили энергию. Но у нас получился горячий водяной пар, в котором мы можем отопить другие установки. Тот тыл, который мы высушили, который сильно уменьшился в объеме, мы отправляем его в печку и сжигаем. В ней нежеем мы реализуем этот два разных процессор, который позволяет нам получить другой топливо. В нем, видите, получается много чего. Прорезные газы, которые мы используем, это тоже высокомеркотические ресурсы, которые можно также использовать для топлива. Получается вот этот сухой остаток, который мы получаем, это получается такой углеродный остаток, очень полистый, который очень хорошо используют в качестве сорбента. На него сорбируют и нефтяные разливы, и в качестве, ну, по сути, активированный уголь, но еще круче. И жидкая фракция, она остается там, мы ее даже сжигаем, она дает же энергию для того, чтобы обеспечить сам процесс. Вот такая, и красными стрелочками, посмотрите, здесь красные стрелочки, на это я показываю обмен теплом. то есть вот мы получили биогаз, и подогрели, чтобы высушить. Им же подогрели и пиролизную печь. Получили мы с вами горячую воду, тоже греем, например, помещение, которое у нас сегодня находится. Здесь тоже у нас вода получилась, и несколько энергетических ресурсов, которые мы тоже можем использовать. Вот эта вся схема была уничтожена, была высоко оценена именно за рационализационную составляющую. В общем, хороший был вызов. Интересно, мы его еще не собирали, мы будем говорить, что пойдет. Это к вопросу о том, как управлять схему. Любую схему можно перевести в образ, это не трудно. Мы приехали домой, кто-то, значит, читал новости из соответствующей области, и вот, что мы нашли. Вот они источнили воды, вот мы их в отстройники поставили, вот здесь они нас перебродили, вот там мы их высушили, здесь переразовали, получили кучу продуктов. Это реально существующая организация, это научно-производственное предприятие, ну, это так называется, это совместное предприятие России, Украины, Германии. Они реально работают, они реально продают эти города, и это реально существует. Во-первых, я почесала свою самолюбль, и сказала, молодец, ничего не будет. Это показало мне, что я тоже в состоянии делать что-то реальное, а не оторванное от жизни. И второе, то, что мою тему оформили видеобрус. Это не сложится. Я вижу, вы немножко поднимались. Собственно, на этом мы с вами о том, как оформить наше решение письменно. Закончим говорить? Сделаем перерыв, и вторую часть посвятим о том, как же выступать очень. Спасибо. Я чуть-чуть там не успела. Господа. Да, спасибо. Чуть-чуть не успела. Вопрос о том, что, да боже мой, даже рисовать надо, я рисовать не умею, как делать, как и поступить. Вы думаете, я умею рисовать? У меня тоже только химическое образование. Все очень просто. Вот три инструмента, которые мы пользуемся. Всем известный, всем любимый Пэйн. Дешевые сердиты. Главное, чтобы вы донесли свою идею. Действительно, ничего лишнего. Интерфейс у него интуитивный, сами отберемся, сами делаются. Пару Пэйн позволяет нам с вами составлять логические схемы, составлять перемещать в блоки, например, вы специально в каком-нибудь окошечке какой-нибудь термин, и потом вы их начинаете раскидывать по-разному. Это удобно делать именно по рукой. Потом делаете либо принтскрин, либо каким-то образом переносите на борт, и готово. Ну и последний инструмент, это такой простой аналог фотошопа. Он есть в свободном доступе, и всегда будет в свободном доступе, на русском языке. Пользоваться им очень легко, очень удобно, можно работать со слоями, можно работать с типами линии, со всеми чем угодно. Я особенно много пользуюсь этим графическим редактором. Для наших с вами целей это один из самых удобных инструментов. Так что можете смело пробовать себя выставать. А теперь да, с лично перейдем на второй части. Здесь мы коснемся двух самых важных блоков. Это то, как вам сделать ваши слайды, вашу презентацию, и то, как вам общаться с аудиторией. Ваше аппарат и стерзи. Если вторая часть требует от вас каких-то личных качеств, навыков, опыта, то первой частью владеть значительно проще. Как вы думаете, какими важными элементами будет наполнена ваша презентация? Какие важные части, которые будут наполнены в вашей презентации? Нет, нет, я не про сам факт, а вот какие понятия важны в презентации? Простите? Да, 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 краткость, хорошо, меньше текста. меньше текста. Это все это детали. Мы говорим с вами аналогических блогов, которые мы будем рассматривать, говоря о презентации. Тема и следования. Тема, да, то есть то, о чем мы с вами говорим, то, чем мы наполняем, что у нас должно быть вложено в презентацию. Хорошо, что еще? Структура презентации. Да, то есть структура та, на которой вы решали задачу, она не всегда совпадает с той, которую вы представляете в презентации. Вы не говорите мы взяли задачу, пошли в библиотеку, посмотрели, что такое блажь, да, вы начинаете уже, например, с места в карьере и потом себя подтверждаете. И еще? Ну, презентации, вот сами слайды, что в них важно? Красочность. Про информацию можно сказать? Содержание. Действительно, информация очень важна. Красочность. Кто-то еще говорил про меньше текста, кто-то еще говорил про шрифты, что-то. Как это? Можно объединить? Обомление, да, хорошо, я называю ритуальный ряд. Вот три части, о которых мы сегодня с вами будем поговорить касательно наших слайдов. Первый – это визуальный ряд, второе – это структура презентации, третье – это ее содержание. С визуальным рядом довольно просто. Сейчас мы с вами будем развлекаться немножечко. Здесь я решила привести те моменты, которые я считаю очень важны, но мы сейчас последовательно будем их разбирать. Это такие, знаете, неписанные правила для всех презентаций. белый фон. Это мое личное вам пожелание. Был у меня один тренер по радостному суслов, когда создали Powerpoint Microsoft, все были счастливы и рады, что наконец-то появился инструмент, на помощь которых можно донести визуально свою идею. потом Microsoft придумали шаблоны. И презентацию можно было сделать красивенькую. Особенно, знаете, наверное, сейчас я буду приводить примеры. Ну вот, например, вот такой пример. О, классный шаблон. Потерялась суть, потерялась, на мой взгляд, то, о чем я писала. Потерялось то, что мы будем с вами говорить о четырех пунктах, они провалились и в состоянии видать стандартное оформление. А еще, в версиях пораньше Powerpoint есть там всякие оформления, типа там, с весами, или с гигунами, или облаками. Красиво, безусловно. Вот. Очень забавно было, когда я пришла на первый курс, кто-то из векторов читал нам про, что же, по-моему, это были яды, вот. Это все было на какой-то презентации с облачками. Вот. Это очень подходящая тема. Очень. Поэтому я спрошу, господа, ваша задача в презентации — привести вашу идею, так, чтобы человек увидел слайд и понял, о чем поговорить. Да. А переходы какие между слайдами? Обычные? Тоже хороший вопрос. Я предпочитаю не делать никаких. они не всегда уместны. Чаще всего не уместны в научном докладе. Потому что в научном докладе ваша задача — произвести впечатление вашим интеллектом, а не красотой вашей картиночки. Я хочу сказать, что сейчас я говорю довольно ультимативно, при этом хочу напомнить вам, что все равно последнее слово слиется за вами. И как это решится, так и вы. И когда это действительно вот такой год может быть более уместен. Ну, например, если вы докладываете про цемент. Почему нет? Хорошо, движемся дальше. А, ну, как я про дневно сказала. Вот. Движемся дальше. А, вот, кстати, хороший вариант. Ну, нехороший. Если вам уж очень хочется, чтобы у вас был какой-то фон, не бег. Вот. Например, Настя очень не любит белофор. Ей нужно, чтобы это были... Был какой-то фон. Можно делать такие-то элементы, повторяющиеся, например, рамками заголовков одного цвета. Либо можно вставить соответствующие логотипы. Ну, вот, мы с вами сейчас находимся в Украинском федеральном университете, и весь наш с вами турнир проходит в рамках всероссийского турнира школьников по химе. Вот, я вставила эти два логотипа, и они бы повторялись у меня из одного слайда в другой. Но надо понимать, что особой смысловой нагрузки они здесь не несут. Просто, например, шри, въезд в память, что это была презентация от райского федерального университета. Они увидят семь таких решений и запомнят, чтобы то было из той же школы, например. Я видела 104-й гимназий, есть свой логотип. Можете вы представить. Дальше начинается моя любимая часть. Справа шли без засечек, так называемые. Я не знаю, как это висит, вы понимаете, что такое засечки. Понимаете ли? Вот слева текст, наверху на самом, он с засечками. Этот шрифт был разработан для чтения больших объемов текста. Если вы захотели прочитать, как помните, я вам приводила к примеру описание решения про калибровку датчика, вот его лучше было написать с шрифтом с засечкой. Когда я пишу заголовки, когда мне важно создать образ в голове человека, я хочу, чтобы вы запомнили, что сейчас мы с вами визуальном ряде. Тогда я использую шрифт без засечек. Это такое правило проверенное время. Ну и так далее. Давайте посмотрим с левой стороны четыре разных я сделала изменения шрифта. То есть тот же самый там из нерона. Первые два варианта уместны для выделения определенных блоков. Когда у вас на слайде, например, четыре блока логических внутри схемы, то их заголовки уместно выделить джирный шрифт, например, или джирный шрифт. Курсивом хорошо писать предмечания. Например, это то, что важно, чтобы было написано, но, например, это довольно огромный текст. Я вставляю звездочку, вставляю звездочку вот здесь, и курсивом вот здесь пишу. Например, так можно вставлять ссылки. Вам не важно, чтобы ее прочитали целиком, вам важно, чтобы вы видели, что она есть. Тогда вставляйте ее курсив. Хороший ряд. Пожалуйста, никогда не делайте джирный курсик, еще и курсишки. Еще в день добавить, все, и можно вешаться сразу. Потому что, ну, смысла никакого нет. Здесь слова потерялись совершенно. Совершенно потерялись. Движим, давай, давай, что? Хорошо, движемся дальше. Номера слайдов. Если вы заметили, в моей презентации есть номера слайдов. Причем, я поставляла их вручную, потому что в прошлый раз увидела, что маленькие номера слайдов не читаются, мне пришлось увеличить их шрифт. Ну, и на самом деле в моей презентации больше слайдов, но если вам захочется задать мне вопрос по 17-му слайду, то я его найду. То есть, это номера, по которой к вам могут обратиться и сказать, вот знаете, вы там на 12-м слайде приводите такое-то выражнение, я бы хотела о нем поспорить. Вот чик-чик-чик-чик-чик, нашли 12-й слайд, и вы уже о нем разговариваете, а не на пальцах пытаясь объяснить, что с чем леги. Понятно, зачем они лежат? Хорошо. Ну и, собственно говоря, четвертая часть, вот, выдержанные цветовые данные. Если вы не пользуетесь темами, а мы пробуем этого не делать, вообще-то, да, я возвращаюсь к теме, есть темы, в которых есть эта выдержанность этого аккаунта. Ее можно найти, но тоже применяется в правильности. Вы можете самостоятельно сделать залив, что это так сложен. Я думаю, что вы многие уверенно пользуетесь по-вотпоинтам. Если это делать неуверенно, в интернете куча, куча уроков, видеоуроков, это ничего сложного нету. Интерфейс практически аффективно понятен. Просто лишний раз покипаетесь. Но, в конце концов, у вас есть учителя информатики в школу, можно прийти к ним за советом. Это такое правило в колористике, когда мы берем с вами два контрастных цвета и используем их в качестве основных. Все остальные цвета, которые мы добавляем, это цвета дополнительных к этим. Ну, то есть, например, у меня и вообще на штабне мы используем два цвета, красный и серый. И, вот, например, здесь у меня два основных цвета. Красный и серый, и, по-моему, светлый серый. И это не режет глаз и не отвлекает от текста. Текст вы можете легко прочитать. Я хотела вам привести примеры вот таких вот наборов из трех-четырех цветов, но у меня попали столько свадебных журналов, поэтому я решила, что это будет немножко неуместно. Но у них тоже можно получить циклористики. Есть хорошая презентация, которая оформлена черным шрифтом на белом поле и все. Есть. Ваша задача донести идею. Ваша задача не зарыть форму ее. Хорошо. Про это мы с вами не говорим. Приходим к следующему блоку. Это структура нашей с вами презентации. Мы говорили, что она им всегда совпадает с структурой наших решений. Понятное дело, когда вы выходите выступать в публике, докладываться, ваша задача за короткое определенное время донести полностью вашу идею. Подумайте, как это сделать удобнее. Может быть, удобнее прыгнуть сразу в кольер. Может быть, нужно подвести через много логических пунктов так, чтобы, когда вы представляете свое решение, уже все в нем было ясно. Хочу сделать небольшую реманку в наших с вами презентациях для тех, кто будет участвовать в очном туре. У вас должно быть обязательно два слайда. Первый слайд это условно задачи. Вот, берете его, копируете и вставляете. Это обязательно. Для чего? Для того, чтобы жюри могло вспомнить, что это за задача, чтобы ваш соперник смог вспомнить, что это за задача. Потому что, если вы начнете рассуждать на отключенную тему сразу с кода, боюсь, вы потеряете понимание. И второе, ну, плюсом, это обязательно условно, которое будет прописано в сайт-лайде. и второе, это список литератур. Это за это вам ставят лавы, поэтому вставьте слайд. Просто после слайда спасибо за внимание. И вот, это были обязательные пункты, мы их запомнили, запомнили. Сейчас хочу, чтобы мы с вами немножко обсуждали. Во всех ли слайдах нужны... Вот вы открываете презентацию, начинаете делать институтный лист, следующий слайд открываете, там вот такая рамочка заголовок, и дальше рамочка для текста. Там ее можно пополам поделить, одну сделать для картинки, другую для текста. Вопрос. Всегда ли это надо? Каждый ли раз нужен заголовок? Является ли вот это предложение, которое написано у меня наверху, презентация, что важно, является ли она на данном слайде заголовка? Нет, не является. Это тот вопрос, на который я цепляюсь. Заголовок это не предложение, а это уже предложение. Заголовок это обозначение темы. Это существительное плюс расширяющее его определение. Не всегда нужны заголовки. Ну и понятное дело, что я вот лично, когда открываю такие слайды, я сразу же эти две рамочки удаляю. Почему? Потому что у меня схемы бывают больше, чем вот эта рамочка внутри. Не ограничивайте себя ей. Вы можете поверхнее делать, можете сделать как угодно. А, ну и вот, еще хороший вопрос. Вот с вами, когда я разговаривала, я важно приводила варианты с содержанием. Один раз с содержанием, когда я говорила про два блока, о которых мы с вами будем говорить. Второе, это про то, когда мы говорили, ну вот, например, сейчас. В вашем решении нужно ли будет вас содержание? Ну, там, вы начинаете свой доклад с того, что, ну вот, сегодня я докладываю 7 минут. Не тратите на это время. Это у меня полтора часа, у вас 7 минут. Не тратите на это время, не всегда это нужно. Всегда смотрите на целесообразность. Вы взрослые, самостоятельные люди, которые могут ценить, надо ли мне или не надо. Каждый раз задавайте себе этот вопрос. Каждый раз задавайте «Зачем?» Помните, вот тот самый первый вопрос? «Зачем мы это делаем?» А зачем я сейчас буду рассказывать на определение, если мы все знают? А зачем я буду делать содержание, если у меня всего 7 минут? А зачем я буду делать 99 цветов, если никто ничего не поймет? А зачем мне слайды с бегуном, если я рассказываю про тетради? Все время задавайте себе вопрос. «Зачем?» Хорошо, про структуру поговорили. Какие-то, может, вопросы про структуру есть? Нет? Хорошо. Ну и вот так изменялось содержание или наполнение. Хорошо говорили. Действительно, мы с вами говорим про научные задачи. Очень важно, какую информацию мы туда вкладываем. Сегодня на примере мы с вами убедились, что не всегда и не всю информацию, которую вы знаете, нужно выкладывать перед адресатом. я дождаю вам сказать, что у вас в людей будут сидеть люди, 100% каждый из них будет иметь высшее образование химическое, кто-то из них будет преподаватель высшей школы, кто-то будет молодым ученым, кто-то будет промышленным. И если вы знали, что там, где-то в Санкт-Петербурге сидит 50-летний дяденька, то здесь вы будете пить по очкам. И вам станет неловко, когда вы начнете написать, что это был ваш. Это вам точно. Поэтому еще раз заранее смоделируйте себя в голове, представьте, как это будет выглядеть. Есть очень интересный прием, когда вы мысленно решите за себя камеру наблюдения и смотрите как бы на ситуацию со стороны. То есть я вот сейчас выжу, я стою, передо мной сидит порядка 40 человек, они меня слушают, и я пытаюсь к чему-то научить. И еще чем-то с ними поделиться. И я понимаю, что мне не нужно договориться с ними на очень сложных предъявлениях, мне не надо от них получить педерпу за диплом. Мне важно с ними поделиться. Так вот, если вы себя поставите в такую ситуацию, представьте себе эту камеру и поймите, что перед вами сидят профессионалы, вы то, у кого есть идея, которая душой надеет, и вам ее нужно донести. Как вы в этом случае будете поступать, и от этого будет зависеть то, что вы вложите в результат. Это вот философский у нас с вами было касательно содержания. Ваши кураторы будут всячески вам способствовать вформлении презентации. для тех, кто пройдет ручный тур. Для тех, кто пройдет ручный тур, вас будет часто пробовать и на будущие годы, турник будет продолжать действовать, может, он будет попробовать, и, возможно, вас приглашают на всероссийский турник. Всегда задавайте себе этот вопрос. Зачем? никому. И теперь вот так вот медленно и верно мы подходим к последнему глобу, о котором сегодня будем говорить. Это будет на мою самую всероссийскую лоб. Будем говорить про радарское мастерство. Вообще говорят, что для русского человека очень важно тарвайя. Отдлили вы этим мастерством сам. Но говорить нам приходится всем. Возможно, не перед такими большими аудиториями. Возможно, перед аудиториями уже. Пусть то будет ваша рабочая группа в будущем. Пусть она состоит из пяти человек. Но вам, скорее всего, придется о чем-то рассказывать. И чем раньше вы начнете себя подготавливать к этому, чем больше вы начнете в этом тренироваться, тем вы спокойнее и увереннее будете это делать, когда станете взрослее. Очень много есть трудностей связанных с произнесением речей. Во-первых, это ваше волнение, когда ручки трясутся, ножки трясутся, голос трясется. Сейчас я как раз таки готова с вами об этом поговорить. Для того, чтобы такого не случалось, и минимизировать вот то физиологическое процессы, которые с вами происходят, когда вы начинаете волноваться, когда гормоны вам не подчиняются, что же мы можем поделать? Если кто-то застал меня в этот момент в коридоре, когда я готовилась к вашей лекции, вы, наверное, могли подумать, что я немножко вдохнулась. Почему? Я делала упражнения для того, чтобы сейчас лучше с вами разговаривать. Одну удивительную вещь. Этим летом я работала в Кейбе стипендиатом фонда Маталинов, собственно, на грантовые деньги, которые я с вами и играю сейчас в турнир. И мы с моим коллегой находились на летней школе. У нас был как раз такой небольшой курс касательно подачи информации. И с нами работал один актер. Он сказал, что все люди в жизни говорят голосом значительно выше, у вас есть на самом деле. Наверное, вам знакома эта ситуация, когда кто-нибудь очень болит докладываться и глаза большие, зажался весь. Ну, что ж, начнем. Знакома? Или свой голос? Потом смотрите на видеозапись и думаете, боже мой, я ли так говорю? Когда я переживаю, я тоже так говорю. Почему? Потому что вот до сюда у нас переживается все мышцы и мы начинаем сговаривать вот этим местом. Ну, вот эти примеры. И это очень сложно, долго так не приговоришь, кислорода будет еще меньше, вы начинете уставать, гладшем дружиться, и вам коленки будут трястись еще больше. Это наша с вами задача голос расслабить. Мне повезло, и в школе я занималась в кружке подошли на слово, я представляла, как это сделать. Но мне рассказали еще очень много забавных приемов. Я не зря нарисовала зевающего человека, это один из приемов. Когда мы с вами зеваем, у нас расслабляются полностью все мышцы в ледератах, гортани, расслабляются, о, смотри, что, устроим флешмон, устроим флешмон, расслабляются, полностью мышцы. И это опускает наш голос, перестает здесь у нас все передавливать, мы перестаем говорить вверху, мы начинаем говорить под грудину, как вевте поют диапрагмой, ну ты занимается пением здесь? Занимался или когда-нибудь уже? Да, вам говорят, да, мы поем диапрагмой, ну, из глубины достаемся, мы его не отсюда достаем. Позевали, ну, спрятались, в углу позевали, а потом начинаем делать вдыхательный гимнастик. Каким образом его можно делать? Этих упражнений очень много, ваша задача максимально растермашить ваши легки. Самое простое упражнение, которое вы можете сделать, это вдохнуть носом и шумно выдохнуть рутом. Это очень просто, попробуйте, давайте вместе. И легкие, воздох легких обновиться. Самое простое упражнение, причем лучше делать его стоя, почему? Когда вы сидите, у вас зажатый диапрагм, твои легкие наполнены, ну, в лучшем случае это половина. Есть еще со всякими приседаниями и прочим, то вот, я говорю, это в том, а подумать, что я сумасшедшая, нет, у меня все в порядке. И только потом, а, есть ли, только потом вы можете приступать, когда у вас расслаблена ночица, вы можете приступать к каким-нибудь скороговоркам или высказываниям, звукосочетаниям для того, чтобы закрыть ваш ракетикуляционный аппарат. Делать раньше этого бесполезняк. Например, если вы находитесь в защите, и вы понимаете, что через одну защиту вам уступать, выйдите заранее, минут на 10-15 и в углу где-нибудь просевайте. Можно еще делать, для того, чтобы расслабить губы, можно делать так. это очень просто, очень просто. Это, кстати, актер, он сказал, что первое, что я делаю, последнее, что я делаю перед тем, как вы на сцену, он говорит, отстанет. Примерно так же можно делать, но в сторону жюри, они подумают, что это не нормально. Хорошо. Собственно, про закрепно с вами поговорили. Движемся дальше. Взгляд. Вот, целая картинка, это если вы сидите и смотрите за презентацией, вы думаете, что вы увидите все так, в тюрьме. Потом вы выходите вот сюда на трибуну и смотрите на своих слушателей. Кто во что гораст вообще. Особенно они там сидят, 9 взрослых дядек, тетенек. Кто там, кто смески пишет, кто записки. Красная ниточка у нас проходит вопрос к кому и зачем я обращаюсь. Когда вы выходите защищаться, к кому вы обращались? Жюри. Жюри. Ваши адресаты, в данном случае жюри, вам с ним общаться. Не только. Кто-то уже почитал описание того, как проходит дождь и дабы? Хорошо. Я очень рад вам почитать. Чудесно. Вы, наверное, заметили, что там есть такие ролик как оппонент и рецидент. Они играют в этом круге вместе с вами. И вам придется общаться с ними тоже. Но, когда вы накладываетесь, вы воздействуете на жюри. Обвести глазами группу из 9 человек не так-то сложно. Вот передо мной сидит как раз группа из 8 человек. И я могу каждому быстро посмотреть в глаза и они подумают, он разговаривает со мной. Хорошо. Вот. Каждого из них я вижу. Если ваша аудитория больше, что же делать? Каждому глаза не закрепляешь. Ну, как-то там мысли запилить, еще что-то. Есть такой очень простой прием, такой, Z-взгляд. Он примерно вот такого типа. Я делаю вид, что я рассматриваю аудиторию под буквой Z. Вот так. и у людей, которые попадают примерно в радиус моего взгляда, создается впечатление, что сейчас смотрю я именно на них. Это очень просто. Этого достаточно сделать 3-4 раза за всю вашу презентацию и каждый подумает, что вы говорили именно с ним. Так вы привлечете к себе внимание. Например, к себе аудиторию шума. Не пытайтесь привлечь внимание к кликам никогда. Чем громче говорите вы, тем громче говорите аудиторию. Если вы слышите, что аудитория уже очень громко говорит, значит вы уже просто кричите. Попробуйте говорить. Хорошо. Речь. Это то, что вы будете произносить аудиторию. Хочу спросить вас, как вы думаете, писали ли я свою речь в максимуме? Ну, записано где-то в тексте. Что? Мы писали в лагерии в максимуме. Действительно. Я могла привести примеры, вывести на экран. У меня был план, он был написан на заднем столице моего ежедневника. Но я никогда не говорила, сейчас я с вами не говорю наоборот. Наверное, я сейчас поговорю. Мало того, что мне это помогло сделать презентация. В процессе презентации я думала, о чем мне с вами разговаривать. Так еще и, собственно, презентацию тоже делала плана. Вы всегда даже не знали, о чем вы говорите. Для того, чтобы быть уверенной, что я расскажу все, что я хотела, я созвонилась с Анастасией, говорю, Анастасия, послушайте, слушайте, я вот составила план презентации, я буду рассказывать вот сначала вот об этом, потом вот об этом, потом об этом, еще вот об этом, и вот так закончим. Анастасия говорит, ну вот, по-моему, здесь не хватает чего-то. Я говорю, ну точно, всегда прогоняйте вашу речь. Ваша речь должна быть похожа на первичную речь, как будто вы говорите ее в первый раз и говорите ее от себя, а не так, как будто вы написали, вам кто-то написал текст, вы уже три раза прошли и сейчас без обвинания читаете его нам. На турнире снимаете баллы за то, что вы выходите с листами презентации. Жюри может снять вам реально баллы. Уберите вы эти шпандалы, не нужны это вам, все в порядке. Если вы сами решали эту задачу, все в полнейшем порядке, вы легко это сделаете. Если вы подготовились, если вы со своей командой вечером сели и програли вашу презентацию. Если нет, проблемы могут возгибнуть. Поэтому я вам советую програли презентацию. Вот. Интересный момент. Я сейчас учусь уже на шестом курсе и вдруг мне поставили в учебную дисциплину такой курс, как риторика. Боже мой, я же магистр химии. Какая риторика, вы что? И мы там общаемся с совершенно удивительной дамой. Я наблюдаю очень много интересных примеров и очень много полезной и важной информации. Риторика это именно наука о том, как говорить. И я никогда об этом не задумывалась, но вспомните. Все наши политики часто говорят речь. Это их работа, по сути. Надеюсь, для вас не секрет, что речи эти им пишут соответствующие структуры. Соответствующие есть организации, которые пишут речь политикой. Когда они произносят речь, создается ли впечатление, что они уже пять раз прочитаны и написаны не тем человеком, который их говорит? Не создается впечатление. Берите с ним пример. Ну что ж, и так называемый аккорд это финальный аккорд, который должен быть в этом эмоциональном отдаче. Вот так резко я подошла к своему финалу. Это моя команда, с которой мы работаем. Вот в таком составе мы начинали. Сейчас наш состав расширился до того, что у нас четыре основных организатора. Настя уже с вами общалась, Слава будет общаться с вами через неделю. Саша вы, наверное, видели. В прошлый раз у него был высокий кончик. И вместо вот этих чудесных видов внизу трое, которые были изначально кураторы, сейчас у нас 21 куратор, шесть из которых из других городов России. Это те люди, которые вас поддерживают, которые заинтересованы в том, чтобы вы хорошо сыграли, которые хотят, чтобы у России было много хороших профессиональных химиков, чтобы это было высокопрофессиональное сообщество, которое не разрыгно на протяжении от самой школы и заканчивая крупными производствами и высшими учебными заведениями до самого высокого там ра. Собственно, как видите, много людей заинтересованы в том, чтобы мы с вами плодотворно поработали и у нас с вами все получилось. Если возможно, вам эти приемы, которые я рада тебе рассказала, не понадобятся в рамках турнира научных этапов, потому что, например, вы не пройдете. Я очень надеюсь, что они вам понадобятся в принципе в жизни. Если вам нужна консультация для меня и помощь, вы можете подойти, взять у меня координаты, есть у меня координаты группы ВКонтакте, в которой я надеюсь, вы все зарегистрированы и отслеживаете новости. Собственно, на этом сегодня я лекцию заканчиваю. Большое вам спасибо, что пришли. На будущей неделе, господа, скажите, пожалуйста, вам удобно ходить в это время? Да. У вас плывут на полчаса, на час? Уже с четыре. И вы меня уверяетесь, что с пяти до пол седьмого вы сможете нахеризировать? Нет, 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 нет. Так оставьте. Так уже оставьте. Хорошо, мы в понедельник со Славой этот вопрос тогда обсудим, есть ли у нас возможность. Теперь, пожалуйста, если вы помните, мы заполняем обратную связь по тому, нужна ли была лекция полезная, она была не полезная, что она принесла или нет. На следующей неделе Слава прочитает вам лекцию, внимание, прочитает вам лекцию о редкоземельных элементах, о их свойствах, о их особенностях и применении в современном мире, в мире технологий. Почему я советую вам на нее прийти? Я упоминала, это тема, которая в школе не проходит, либо проходит с использованием. А для Славы это та тема, которым он занимается за дня в день. И, возможно, в этой теории, в этой новой для вас информации вы найдете новое для себя решение, поставленное перед вами задачей. Приходите, послушайте, поймите. И еще для тех, кто есть, вдруг кто-то не сможет прийти на следующий раз. Хотя я надеюсь, что вы все преуспеете. Я рада видеть много знакомых, мне очень приятно, что вы ходите регулярно. Спасибо. Я надеюсь, что пришли новые, люди, которых не было в прошлый раз, которые только присоединились, возможно, в турнир или нашли в этот раз время. После Лекции Славы, которая состоится через неделю и еще через одну неделю, будет очень важное для нас и для вас событие. Мы проводим еще одну встречу здесь с вами на этом же месте и будем говорить с вами про современное состояние химии. Это не будет лекция, в дальнейшем это будет такая... Кто-нибудь слышал про данную конференцию? Да. Будет... Вам сюда придут молодой ученый, молодой промышленник и человек, принимающийся наукой уже довольно давно. И вкратце постараемся вас просветить в том, чем они занимаются сейчас. Для вас это реальный шанс встретиться с людьми, которые работают в сфере, которая нас интересует. Это реальный шанс понять, чем же на самом деле занимается химия сейчас. Поэтому, пожалуйста, запишите себе в ежедневнике, запланируйте, что через две недели у нас будет еще и такая. Что ж, далее более не могу вас задерживать. Еще раз большое спасибо за внимание. Надеюсь, увидимся через неделю.